Двоичная система отчисления. Числа расписываю по степеням двойки. Что такое степени двойки? Это числа 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Это уже, кстати, 2 в 11 степени, да? И так далее, и так далее. А вот это вот 2 в 10. Особенно важно помнить вот это число, потому что оно довольно близко к 1000. 2 в 10 степени, сейчас 24. Поехали. 4 это 4, 5 это 4 плюс 1, 6 это 4 плюс 2. Господа, разумеется, я в таком стиле могу писать очень-очень долго. И вот это и называется представление числа в двоичной системе числа. То есть мы используем в правой части не все числа, а только степени двойки. Для тех, кто ни разу с этим не сталкивался, смотрите, что мы в результате получаем. Мы в результате можем сделать так. Вот здесь вот у меня все было написано в десятичной системе. А можно сделать так. Вот здесь вот единичка есть, двойка есть, единица есть. Здесь четверка есть, двойки нет, единицы нет. Здесь четверка есть, двойки нет, единицы есть. Четверка есть, двойка есть, единицы нет. Мы получаем возможность записывать любое число при помощи только двух знаков. А это здорово. Здесь что написано? Восьмерка есть, четверки, двойки нет, единицы есть. Здесь восьмерка есть, четверки нет, двойка есть, единицы нет. И так далее. Для того, чтобы я не писал все подряд числа, давайте, ну, какое-нибудь возьмем, не слишком маленькое. 285, хорошо. Ну и еще одно число. 321. 321. Хватит, все. Два числа нормально. Потому что я думаю, что у меня принцип будет понятен. Господа, то, что я сейчас сделаю, называется жадный алгоритм. Между прочим, он во многих случаях в математике помогает. Идея такая. Когда у меня есть некоторые числа, по которым надо разложить другое число, я сначала буду брать наибольшее возможное слагание. В данном случае, что это означает? Вот у меня есть число 285. Я иду по этому списку. Смотрю, что число 512 уже больше, а вот число 256 еще не больше. И пишу так. Это 256. Так, теперь, сколько тут осталось? 29. 29, значит, надо писать 16. Сколько осталось? 13. 13 это между этими числами. Значит, надо писать 8. Сколько осталось? 5. 5. А 5 это? 4. 4 плюс 1. Разложи. Я сумел разложить число по степеням вольт. Согласны? Да. Если меня интересует двоичная запись, то это так. 256 есть, 128 отсутствует, 64 отсутствует, 32 отсутствует, 68 есть, единица есть. Вот это называется запись числа 285 в двоичной системе числений. Все понятно? Ну, господа, теперь давайте ровно таким же способом. 321, ближайшее число 256. Ближайшее снизу, да? Да. То есть, 512 брать уже нельзя. Отлично. Если взять разность числа 321 и числа 256, сколько будет? Это будет 65. 65. Отлично. 65. 65 у нас нет, но есть 64. 64 плюс 1 у нас есть. Да. Так, а теперь давайте стандартную нашу вещь. Вот такую какую-нибудь штучку отделяющую. А здесь запишем число 321 в двоичной системе числений. Есть. Ну, нет, знак множества ставить уж точно не надо. Я, собственно, как-то неопределенная штука. Или может вообще ничего не взять. Вот, итак, 256 есть. Дальше. 128 нет. Да. 64 есть. 32 нет. 16 нет. 8 нет. 4 нет. 2 нет. Один. Отлично. Вот так работает жадный алгоритм. Для того, чтобы разложить число по степеням двойки, мы делаем очень простую вещь. Мы каждый раз смотрим наибольшую степень двойки, которая может быть взятой. И ее берем. Пока все понятно. Да.